Как тебе вебинар? Сейчас, подожди, привет. Как тебе вебинар? Ну, вебинар, конечно, очень был классный. Но, наверное, как и все вебинары, я была только, правда, на одном. Но была тоже под таким большим впечатлением. Поэтому я уже могу с уверенностью сказать, что все хорошие. Потому что посмотрела много еще просто в интернете. Вот. Единственное, что сейчас я немножко растеряна. Я не знаю, в какое место надо смотреть, чтобы было лучше видно и понятно людям. Очень хорошо, очень хорошо. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Что тебе понравилось на вебинаре и что тебе не понравилось? Ну, это просто такой большой вопрос, наверное. Потому что очень много информации. Мы всегда, получается, работаем с вами несколько часов. И очень много опыта у ребят, которые участвуют. Поэтому, если я начну перечислять, сейчас час ночи уже. Мне просто вас жалко, столько времени на нас потратили. Я буду сейчас рассказывать все, что мне понравилось. Нет, ну, ты другие какие-то курсы смотрела, не наши. Там у каких-то специалистов было или что. У тебя есть что сравнить? Как наш вебинар? Чем он отличается? У меня, скажем так, мне не то, что есть с чем сравнить. Я за три года очень много информации различной изучила. Очень много на себе пробовала. Но я могу уже точно сказать, что такой быстрый результат дает метод-ключ. Может быть, дает еще какие-то продвинутые техники йоги. Но техники йоги, я, например, ее тоже делала, технику йоги, поэтому у меня есть опыт. Но там должно быть, скажем так, очень интенсивное погружение. И с тобой должны, можно сказать, не то чтобы индивидуально работать, но должна быть определенная последовательность. У тебя должно быть подготовлено тело. Это должно быть сделано в определенное время. И плюс еще много факторов там способствует настроение, обстановка специально создается, музыка и прочее. И тогда, да, у тебя тоже будет такой необычный опыт, наверное, хороший. Трудно сказать просто, как это правильно оценивать, потому что мы не можем однозначно… Вот я не врач, я не могу сказать, как на меня какая-то методика подействовала. Но кажется, конечно, что хорошо. Допустим, смотрите, вот когда я познакомилась с ключом, я делала простые движения, вот эти, нашу вот эту гимнастику, которая состоит из нескольких упражнений, я уже что-то почувствовала. Также стали… Симфо-гимнастику, да? Вот как ты начала делать, симфо-гимнастику сразу почувствовала, да? Да, конечно, сразу почувствовала. Более того… А в йоге, а в йоге, а в йоге? В йоге… Ну, просто смотрите, в йоге сначала, прежде чем попасть на семинар, на который я ходила, я уже готовилась как бы с точки зрения информации, и с точки зрения тела, я тоже очень долго к этому шла. Но вот это тоже сам семинар, я же говорю, он как бы очень сложно построен. А здесь получается так, что ты ключ можешь, как у меня было. Ну, то есть я знакома, я быстро, наверное, да, говорю, просто… Очень хорошо, очень хорошо говоришь. Хочется в короткий срок уложить информацию. Нет, ты хорошо говоришь, не беспокойся, очень хорошо говоришь, прекрасно говоришь. Вот, допустим так, вот месяц назад я узнала про ключ, и у меня не было очень много времени, чтобы весь месяц этому посвятить, и с утра до вечера заниматься, например. Поэтому я это делала, ну, как пошагово, когда есть возможность, тогда делала. Начинала делать вот эти упражнения, нашу гимнастику. Сначала бывало вообще трудно. Ну, то есть трудно, например, упражнение, где нужно было наклониться назад и расслабить шею. А это вообще не надо было делать. Тебе надо было подобрать то, что получается. То есть ты принцип ключа нарушаешь, вот это я сейчас скажу. Главный принцип ключа – подбор приемов путем их перебора по критерию максимальной комфортности, по критерию максимальной простоты. И именно сам процесс перебора этих приемов развивает уже то, что тебе нужно. А если найдешь прием, уже и снимается стресс, и потом ты можешь снимать уже только одним воспоминанием об этом приеме. То есть ты принципов не знала, ты просто взяла синхрогимнастику и стала ее делать, да? Да, ну просто смотрите, я немножко расскажу. Я-то смотрела обрывками ваше видео, здесь посмотрела, потом еще посмотрела, потом приобрела семинар, уже посмотрела от начала до конца. И поэтому информацию какую-то я узнала не сразу, а постепенно. Например, что надо делать упражнения, которые больше тебе подходят, больше нравятся. И вот этот вот метод подбора путем перебора. Конечно, я все это сейчас запомнила, но посмотрите, какой вау-эффект. Вот, например, вот эти пять упражнений. У меня проблемы есть с поясницей. Ну там заблокированы зажатые мышцы, и очень трудно наклоняться вперед. Упражнение состояло из того, что нужно наклониться назад, ну не буду вдаваться в детали, люди могут посмотреть. Потом вперед. Но вперед из-за того, что спина болит, делать невозможно. Я его и не делала. Потом я узнала, что можно не делать. Но я не делала интуитивно, думаю, не буду. Буду делать назад, но назад делать не бросила. Я вам скажу, когда я делала первый раз, в чем, я сказала, сложность заключалась? Я не могла вообще расслабить шею. Я думала, ну как так можно, так больно, как можно ворочать шею? Наверное, это плохо, вредно. Думаю, ладно, буду постепенно. И так бывает, ну стоишь в душе, наклоняешься чуть-чуть, сделаешь. Потом еще, сейчас я заметила, что наконец-то у меня разблокировалась шея, которая была, я бог знает сколько, заблокирована. И такое вообще, я не знаю, просто вам, я сейчас такой эйфории рассказываю, потому что вам это привычно. А человек, который живет зажатый, у него зажатые мышцы, он в постоянном стрессе, у него какие-то проблемы. И он как в коконе, он вообще не понимает, что делать. И он начинает делать по чуть-чуть, и у него вау-эффект постоянно возникает. Потому что, если ты вот это не бросаешь, но начинаешь, как получается, тихонечко, ну там. А, и шея могла не мучиться, и шея могла не мучиться. Тоже подобрать именно то действие, которое тебе приятно. И не надо было так себя напрягать. И быстрее бы пришла к этому же, да. Да, вот, ну, в общем, так могу сказать. Это все работает. Техники там по засыпанию тоже помогают. Но, значит, потом я пошла дальше. Когда я узнала о том, что можно вот метод подбора, я думаю, сейчас буду делать метод подбора. Включила для уверенности музыку, чтобы немножко абстрагироваться от проблем, которые житейские, вот этот стресс нагнетают. Я могу так сказать. Это было вообще что-то. Если до этого у меня, например, вот левитация, ну, руки расходились, это у меня получалось. Сходились, расходились. Но вот это, если я правильно вообще называю левитации, когда у тебя они сначала по швам, а потом ты их наверх поднимаешь. Но я их тоже не сразу делала. Я сначала делала вот эти синхорогимнастику. Потом я чуть-чуть потанцевала просто под музыку хаотично. А потом я думаю, давай буду делать левитацию вот эту. Вы не поверьте. Ну, как бы я подобрала, во-первых, образ, который соответствует вот этому движению. Появились ощущения в теле, как будто я в этот образ вошла. Дальше я вспомнила, когда вы стали говорить о том, что когда ты еще не на нуле, но уже ближе к нулю, потому что я долго делала по времени, ну, там, полчасика точно делала. Вы сказали, нужно там представить, что бы ты хотела, образ будущего, может, какое-то там желание в виде чего-то представить. Ну, я стала экспериментировать. Сейчас не буду рассказывать в деталях, как я там экспериментировала. Но это было, как будто я в кино попала. То есть все, что я делала, оно не просто как бы представлялось. Я это чувствовала вот в этих руках, на которых летела. Я давайте не буду просто занимать еще эфир, вот рассказывать подробно, как это все происходило, но я реально советую всем попробовать. Вот. Было, конечно, потом и приподнято настроение, ты забываешь про проблемы, у тебя появляется уверенность в том, что эти цели, которые ты себе вроде бы как не то чтобы придумал, но ты в них слабо веришь, да? Вот сегодня на семинаре девочка задавала вопрос, а что если ты плохо там не сомневаешься или не уверен в себе, или думаешь, что вдруг не получится, что загадал? Ну, как минимум, если ты будешь это делать, появится, ну, уверенность на физическом уровне. На физическом уровне автоматика включается, подтягивается голова, ты начинаешь, нет-нет, ну, какая-то у тебя уже мысль закрадывается, оно вдруг получится, и начинаешь уже что-то хотеть делать. То есть жизнь уже у человека поменяется, если он находится в каком-то таком депрессивном состоянии или когда проблемы, ну, совсем серьезные. У меня просто очень серьезные проблемы. Ну, относительно, все относительно. Ну, как бы я даже не знаю, я могу такой долгий разговор на этом построить и не знаю, как вкратце это рассказать. Ну, вот, например, вот, допустим, оставим тот опыт, который у меня был, когда я летала. Возьмем семинар сегодняшний. Вот сегодня мы делали по вашим инструкциям последовательности упражнений, какие-то шаги, да, мы делали. Естественно, я делала послушно все шаги. Но тоже у меня могла бы, наверное, закраться мысль о том, что, ну, как, у меня не получается хлест, потому что у меня, вот сейчас уже нормально работает. Но у меня сейчас бывает так, что, ну, из-за, ну, из-за задачи по здоровью, которой я занимаюсь, у меня бывает, что некоторые мышцы или кости как блокируются, и ты не знаешь, какой момент в тебя, когда какая заблокируется. Вот у меня, например, вечером заблокировалась кисть, и я не могу не схватить ничего. Вот потом отпускает через какое-то время. Не схватить, не ударить, ну, как бы, она как набухает, и вот так, такая тяжелая. Вот. И я делала одной рукой. Ну, как бы, хлест вроде бы упражнения состоит должно из двух рук. И кто-нибудь, у кого там гипс, или, не дай бог, вообще нет руки, или еще что-то. А потом делают, пальцем делают. Вот. Я говорю... А потом себе то, что подходит. Вот. И, в общем, я там хлисталась одной рукой, как могла. Могла, в общем, последовательность мы с вами делали, делали, я ее послушно делаю, делаю. Потом, значит, сейчас уже пытаюсь вспомнить, как это было, мне трудно вспомнить, потому что у меня это был, ну, слишком яркий опыт для моей психики, наверное. Вот. Потом мы немножко отдыхали, ну, там, что-то себе представляли, отдыхали. Вот. А потом снова вставали делать упражнения. И я, значит, думаю, ну, вроде бы так все нравится, хорошо, все получается, но какого-то вау-эффекта нету. Ну, как бы, именно я делаю как все, что нужно, просто как на уроке. Потом мы сделали левитацию. Ну, то есть, у меня так, конечно, сразу не получилось, может, как хотелось. Положили руки на воду, как вы сказали. Так, я думаю, что тут сегодня с водой у меня... Иногда этот образ срабатывает хорошо, сейчас что-то не срабатывает. Думаю, так, так не получается. Потом вспомнила, значит, образ, который я себе рисовала, когда у меня была предыдущая самостоятельная работа. поменяла положение просто, знаете, вот, ну, не с нижнего. Думаю, поставлю так и вспомню, как бы, как я себя чувствовала. Просто поставлю так, ну, силой, без каких-либо там. Вот. И оно включилось. Ну, знаете, прямо, оно как будто вспомнило тело, как я делала. Оно включилось. Все. Дальше я начала уже отрываться от того состояния обычного, в котором пребывала. То есть, я сначала так полетела. Ну, естественно, там, со всеми воображениями и впечатлениями. Потом я их сделала, ну, как ракета, знаете, взлетает, когда ты стоишь, ну, ровно, как этот памятник Гагарину в Москве. У него руки чуть-чуть по швам и так расходятся, и он как ракета стоит. Вроде бы он так стоит, и я его 20 лет назад там видела. Вот. Я не москвичка просто. Вот. Дальше я полетела, как ракета. Вот. Потом я не помню, что, но мы с вами еще что-то делали по вашему заданию. А потом вы сказали, ну, вот все, вы там сядьте, успокойтесь уже, сейчас, ну, закончили. Естественно, я слушаю весь вот этот разговор ваш. Потом, значит, стали подключаться другие люди, да, и вот вы стали говорить, у кого какие впечатления, расскажитесь, поделитесь. Я все это слушаю, и вот я не знаю, сколько мы с вами, час времени, наверное, все это обсуждали, пока я потом в эфир вышла, потом это я нормально вышла уже, но я думаю, час точно. Что вы думаете? Во-первых, у меня в какой-то момент, когда, а, еще это даже началось, когда вы говорили, что делать по заданию, а потом я стала чуть-чуть, вы даже так намекнули, ну, если можете, не так, можете по-другому. И я начала вот это по-другому. Блин, тогда у меня тело стало делать само. Оно стало делать само, как будто, я думаю, так, сейчас хочется направо там, да, я вот сейчас, видите на камеру, какая растрепанная, потому что я там так кружилась и вертелась. Это были такие движения, непонятно, почему они были такие. Ну, то есть они, ну, я к этому тоже плавно подходила. Я вспоминала какие-то упражнения там, которые на танцах, может быть, проходила где-то или на боевых искусствах. Ну, в общем, оно стало делаться хаотично. И это было, это было, знаете, это было так приятно, как будто тело освободилось от всех вот каких-то блоков, зажимов, которые у него были. И у тебя вот идет эта чистая энергия. А потом, вот вы сказали людям сесть, нам всем, и разговаривали мы, а я осталась стоять. Ну, вы не поверите, я человек, который вообще не любит стоять. Ну, как бы я неспокойная, может быть. Мне, чтобы стоять, я должна быть в максимально спокойном состоянии. Вот. А тут мы дергались, а я-то дергалась вообще, как будто 10 раз больше, чем обычные люди. Вот. И я стояла. Я стояла в эйфории. Это было, знаете, ну, как я не могу даже объяснить. Как будто ты чувствуешь, как у тебя протекает кровь, вот, везде. Вот каждую клеточку тела попадает. Ты можешь направить, почувствовать, как у тебя в руке. Я ее направила в руку, которая не работала. Она стала оживать, там, что-то появляться у нее. Она стала уже чуть-чуть, такая, живая. И, в общем, этот был очень длительный процесс, кайфование. Я думала, сколько я так могу стоять? 30 минут вообще для меня нетипично. Думаю, наверное, надо выходить. Думаю, ну, хорошо, уже тяжело. Мышцы начинают уставать потихоньку. Думаю, перенесу вес на правую ногу чуть-чуть, потому что я стояла в буквальном смысле неподвижно, как памятник. Думаю, попробую поменять чуть-чуть положение, перенесу на правую ногу. Пропадет это ощущение кайфа, потому что это все сопровождается ощущением кайфа. Я понимаю, когда вот самадхи или что-то достигают индусы, это так приятно. Это как будто ты понимаешь, что, господи, для этого сексом не нужно заниматься, или тебе не нужны миллионы. Просто так приятно находиться в своем теле. Просто так вот находиться в пространстве, в теле и ощущать его. Это не передать словами. Я думала, что если я перенесу вес тела на правую ногу, то это ощущение пропадет. Что вы думаете? Оно не делось никуда. Я переместилась на правую ногу, а оно осталось. Я стояла еще минут 15. Потом на левую. Потом что-то еще. А потом началось, ну так, я не знаю, как это объяснить, и так, чтобы это, может, нормально восприняли люди. А потом это начались, ну, это как, знаете, вот такой сигнал был тела. Ну, давай теперь сделай примерно так, вот как ты на танцах делала. И ты начинаешь делать это движение, и буквально через несколько секунд тело уходит в свое какое-то другое движение. Оно само в него уходит. А дальше ты похожа на оргазм. Почему? Потому что это очень физически напряженно. У тебя мышцы, они сокращаются так, как будто ты делаешь активную какую-то работу в спортзале, когда ты уже на пике напряжения находишься. То есть ты прям чувствуешь, как они сжимаются до предела. Потом они начинают, ну, то есть просто ты можешь замереть в одной позе, и какие-то мышцы, они сжаты, допустим, да. Потом ты снова начинаешь двигаться хаотично, непонятно почему так. Ты как бы даешь намек иногда, и организм развивает это движение в свои. А иногда оно просто дает в свои. И это делается с такой интенсивностью, и в какой-то момент еще, иногда они делаются вот интенсивно, но кратковременно. А потом я дошла до такого состояния, когда оно попало в ритм. То есть оно тело делает само, первое. Второе. Оно делает это очень интенсивно, и оно это делает с определенной амплитудой. И вот оно это делает, 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 и это дело головой. Ну, то есть всем телом, и в том числе головой. Естественно, голова ходила там, ну, хорошо, что не оторвалась, но так не оторвется. Ну, казалось, что... И хотелось еще продолжать. Но я себя остановила, думаю, ну, наверное, так нельзя. Я вспомнила парня нашего, который тогда делал эти движения. Стоп, надо сказать себе стоп, и моментально через 10 секунд останавливаешься. Это техника безопасности, ты должна ее знать. Вот. Ну, в общем, я остановилась, ну, намоталась уже прилично. Вот. Намоталась прилично. Потом я остановилась, и не так, чтобы сразу раз, и снова нахожусь в обычном состоянии и выхожу в эфир. У меня, конечно, ты находишься, во-первых, в полном сознании, ты слышишь все, что говорят, у тебя возникают вопросы, которые ты хочешь задать, но тебе так приятно, я не... Боже, так это приятно, что ты не хочешь отвлечься от этого состояния. Я села на стульчик и нахожусь в нем дальше. Естественно, я бывала там какие-то покачивания делала или тоже замирала, меняла позу, но состояние кайфа не уходило. Оно вот было... Представить, сколько надо тренироваться по другим методам, чтобы до этого прийти. Вот. Я поэтому вам говорю, что вот у меня опыт богатый, но я вот, ну, скажем так, я месяц ключ знаю, несколько, ну, по сути, я посмотрела несколько раз видео, один семинар до этого, и вот это был мой второй семинар. И то, что я дома там летала как-то с расставленными крыльями своими. Вот. Вот и весь мой опыт. Вот. Но, скажем, вот, чтобы объяснить, да, хочешь ли, наверное, то есть это приятно до такой степени, что ты, вот, физические какие-то ощущения, вот, я хотела, извините, просто уже пописать, но я не ходила, потому что я тоже не хотела остановить этот процесс. Может, в этом и проблема, потому что потом у меня через час уже, когда я успокоилась, хотя, наверное, до сих пор не успокоилась, вот это острое, а, через час появилась очень сильная боль. Ну, то есть, видимо, тело поняло, оно когда уже вышло из всей этой эйфории, мы вебинар закончили, уже под конец вебинара она уже стала, как бы, боль появляться, нарастать, а потом уже она была очень сильная. Я так писать не ходила, но потом я попила, пописала, и вот, грубо говоря, все. Сейчас вот у меня практически все нормализовалось. Ну, я просто хочу дать совет людям, чтобы они так не увлекались, как я. То есть, соблазн велик, то есть, так приятно делать и так хочется вот тело разблокировать, что ты, ну, соглашаешься на эти активные действия. Вот с этого всегда начинаем, что там есть техника безопасности. Во-первых, люди, которые первый раз это делают, они всегда же делают под контролем. Это как в аутотренинге. Первые занятия проводятся под руководством. И в любой момент я же контролирую процессы, я говорю, стоп, я говорю, сделай это, это не получается, и не надо, ищи то, что получается. Говорю о зеленой зоне, надо искать движения, которые тебе максимально комфортные. Не надо делать через силу, потому что в йоге или в других системах они очень мощные, но им тысячи лет, они старые. Там не учтены эти нюансы. Там нет принципа подбора, путем перебора, по критерию минимального усилия, по критерию максимальной комфортности, по критерию скорости автоматизации начатого действия. Там вообще этого нет. Это только в ключе, это новые принципы и правила, и новые критерии индивидуального соответствия. Поэтому у нас называется метод ключ, вообще-то называется синхрометод. То есть ты подбираешь все действия, которые синхронны твоему индивидуальному состоянию. То есть ты делаешь это без усилия, не затрачивая никакой энергии. Поэтому ты, поскольку делаешь действия соответствующие себе, это как рубашка по твоему размеру. Поэтому тебе так легко это делается и так легко выходишь на самую себя. Когда ты выходишь на самую себя и сбрасываешь быстро стресс, у тебя возникает эта нирвана, эта эйфория, потому что вся эта энергия, которую ты раньше тратила на какие-то нагрузки, преодоление, блоки, сохранять баланс свой, преодолевать какие-то напряжения, пытаться все время расслабиться. Тут вдруг раз это все уходит, и ты вдруг становишься самая сила собой, а это такое счастье быть собой. Это как раз так и та философская доктрина счастье это быть собой. Вот ты как раз таки на практике по методу проходишь именно через синхронизирующие упражнения, новые правила, критерии, приемы, быстро, поэтому называется ключ. Это ключ в принципе от всех дверей. Подключишь это к йоге. Теперь, если ты сделаешь несколько упражнений синхронизирующих, будешь заниматься йогой, она пойдет как из пушки. Будешь заниматься медитацией, как из пушки. Обычную физкультуру будешь делать, она будет как песня. Но просто тоже есть техника безопасности. Есть техника безопасности, и поэтому первые один, два, три занятия надо, чтобы специалист, который профессионал, которого я научил, он, чтобы это проводил. Потому что это действительно на самом деле так вышел легко на это состояние, а тело там начинает диктовать, что тебе надо делать. Потому что если у тебя какие-то группы мышц были раньше зажаты, они как-то регулируют процесс и перенаправляют, и у тебя начинается спонтанность такая, и ты так освобождаешься, и ты можешь выйти на такой режим, войти, когда тебе хочется и хочется делать, и делать, и хочется повторять. А физиология существует, надо же ее учитывать. Поэтому техника безопасности всегда я говорю, вот если вы заводитесь в это состояние, скажи себе стоп. А поскольку в этот момент есть полная гармония между душой и телом, между умом и организмом, сказал себе стоп, это все равно, что ты находишься в управляемом, самостоятельно управляемом режиме саморегуляции. Это режим, когда ты в транс входишь по своему желанию, из транса выходишь по своему желанию. Если стресс это неуправляемый транс, причем с фиксацией на негативном исходе ситуации, а здесь ты выходишь именно сама и у себя, и тут гормоны включаются, которые нужны для оздоровления, омоложения. Тут кислород, который все время сжигается во время стресса за счет того, что стресс требует интенсивной работы, много кислорода сжигается. А здесь ты как раз таки освобождаешься от этого сжигания кислорода, у тебя вместо адреналина уже начинается эндорфин, уже начинается дофамин, и поэтому у тебя включается такая эйфория, тебе так хорошо. Вот то, что ты рассказывала, как при оргазме, ты говоришь, такое нервоническое состояние высочайшей степени, когда оттуда выходить не хочется. Это целебное состояние. просто технику безопасности нужно обязательно знать. Очень хорошо, что ты это рассказала, мы всем это покажем, чтобы они знали технику безопасности. Некоторым людям, которые не здоровы, лучше это делать на диване, потому что вдруг ее начинают заворачивать, так лучше она может упасть, если она не знает технику безопасности. Поэтому это делается для здоровых людей, для поддержания здорового самочувствия и не болеть, чтобы человек меньше уставал, чтобы лучше учился, легче тренировался, меньше тратил сил и так далее, достигал высоких результатов во всех сферах жизни, и в творчестве, изобретательстве и так далее. А для нездоровых людей, которые уже не знали, это надо со школы учить, чтобы они и не болели. Поэтому кусочек этого метода ключ, синхрогимнастика, она в учебнике для 10-11 классов профессора Матвеева уже в школе российской в школе есть. То есть скоро наши дети, они будут расти, знать эту методику и не будут болеть. Но если человек уже болен, если у него уже там что-то с суставами, там что-то с этими и так далее, то, конечно, ему так сразу не надо это делать. Ему надо начинать постепенно. Там есть специальная часть ключевой стресс-тест и специальная разгрузка для того, чтобы снять напряжение, восстановиться. И то это делать надо. Некоторым лёжим, лежачий больной, например, он лежит рукой вот это так делаете, для моторного упражнения. Но там это же целая система. Это целая система и как йога, такая полноценная система духовного, физического развития. метод ключа или синхрометод тоже это полноценная система духовно-физического совершенствования. Просто 21 века самая простая, самая быстрая, самая эффективная, самая комфортная. Тут нет принципа шаг за шагом. Если не получается, повторяй, пока не получится. Здесь не так. Здесь принцип подбора, путем перебора, то, что тебе легче удается. Этого никто раньше не знал. Что оказывается делать как тебе легче, и считать как тебе приятнее, этому нас никогда не учили. Это такая большая тайна, и мне удалось ее открыть, что именно когда человек делает то, что ему легче, оказывается он делает то, что ему подходит. Поэтому такой эффект достигается за такой короткий срок и за пару раз, грубо говоря. Но просто еще вот, что я хотела сказать, чтобы люди взяли на заметку. Одно дело, когда уже там заболело, и ты осознал, ты остановил, а другое дело, надо просто думать о том, что, во-первых, лучше сделать какую-то зарядку, наверное, суставы разогреть, потому что в момент делания можно только было, вот как я вспомнила, грубо говоря, парня, который мотылял слишком сильно головой, и потом она у него заболела. Я тебе скажу, мы имен не называем никогда, значит, человек, бывший наркоман, который несколько только времени, ну, там, год или полтора, там, я уже точно не помню, после того, как он несколько лет принимал наркотики, перестал принимать, и он молодец, он сам себя пытается восстанавливать, держаться, у него все разбалансировано, он просто в стадии реабилитации находится, то есть, это нетипичный случай, потому что, когда он вышел на это состояние, он стал так трясти головой, это нетипично, это так у всех не бывает, это просто, когда есть какие-то дефекты, которые еще не восстановлены, вот люди больные, поэтому должны заниматься по методу ключ под контролем врача-специалиста или психолога, специально подготовлено во мной, а не так, а вообще метод мезгравом утвержден еще в 87-м году для снижения стрессовости и утомляемости у работающего человека, оптимизации процессов обучения и тренировки, а также для психопрофилактики и реабилитации психосоматических нарушений и нервно-психических заболеваний, то есть для здоровых и пограничных, а для больных это только под контролем специалиста, больные не должны этим заниматься, там прямо в методических рекомендациях написано, что это как и аутотренинг для здоровых людей, больные должны быть под контролем специалиста, конечно. найдутся кто-то, кто будет сами все равно делать, и просто чтобы может быть они тоже знали, что ребята если будете сами, будьте хотя бы очень правильно сейчас ты все это сказала, очень важно, и это видео мы сейчас поставим, пусть все смотрят, во-первых, мне очень приятно, что мы под Новый год для всех сделали такой подарок, отличный был вебинар, людей было много в зуме все делали вот этот алгоритм, который я показал сегодня первый раз и формулу ФА сегодня показал и как в этот момент можно проверить исполняется ли твое желание как образ будущего какой-то локальный и на этом фоне убедиться что и твои будущие желания в Новом году будут выполняться любые другие которые ты себе наметишь и это будет происходить качественнее и лучше когда в этом желании которое ты себе загадываешь присутствует кроме техники ключа присутствует человечность то есть когда ты это загадываешь не только с пользой для себя но и для близких а в зависимости от масштаба личности и для страны и для человечества но это уже от масштаба личности зависит и чем выше планка цели тем легче быстрее эффективнее исполняется желание это очень хороший был сегодня я прямо счастлив все были счастливы поэтому не хотела даже даже думать про то что у меня потом голова заболит поэтому ну все прошло и очень большая благодарность вам за это вот хорошо что вы столько времени находите и так подробно с нами занимаетесь ну просто я ключом горжусь ну просто потому получилось что я с одной стороны специалист по выведению из острого стресса где люди значит не могут слушать психолога потому что у них шок стрессоген и у них там бесед не получается ну как бесед ну взрыв произошел людей вытащили надо их быстро привести в порядок только ключ помогает во-вторых ну это после терактов я там Беслан Каспийский Зляр во-вторых я же специалист по подготовке человека к условиям длительной изоляции я же МАРС-500 международную программу там испытатели готов они же на целый год уходили в изоляцию в-третьих я как раз таки специалист по развитию творческих качеств сам художник и писатель и поэтому поскольку у меня широкий спектр различных видов деятельности и везде я достиг каких-то результатов и учу психологов МЧС там и режиссеров и актеров и спортсменов чемпионов и так далее поэтому пока есть возможность я хочу чтобы мы расширили нашу школу учебующую хомофутурус науку человечности которые мы развиваем там совместно больше людей чтобы в этом участвовали в конечном счете чтобы появился наука человечности еще и институт человечности не просто институт человека а институт человечности потому что оказалось что это базовая основа из-за отсутствия которой из-за отсутствия культуры развития которой у нас и системы все валятся и образование валится и здравоохранение валится потому что нам не преподают науку человечности раньше какие-то элементы были они и в искусстве были и в религиях были но так чтобы вот так концентрированно в виде научно преподавать и подтверждать это принципами ключа это тоже прямо на практике видишь работу теории и там она основана новой модели работы мозга это вообще это я горжусь этим ну сейчас вот как раз итоги года подводим потому что Новый год я очень горжусь что нам удалось сделать за эти годы так что давай будем вместе вместе мы силы спасибо тебе огромное с Новым годом с наступающим так я думаю мы людям нашим соотечественникам и всем людям в мире большой такое сделали наш вклад подарок так что вот я надеюсь воспользуются люди этим я думаю что это ну как бы не просто подарок это вклад который вы уже сделали на века уже будут люди точно пользоваться я могу с уверенностью сказать спасибо тебе большое хорошо хорошо мы будем выставлять в интернет до встречи если какие-то там проблемы сразу пиши до встречи и каждый участник нашей школы сразу пишет там у нашей школы человек будущего homo futurus ладно главное чтобы не напугали а то я так быстро старалась и все так замечательно все рассказала бешеная там замечательно рассказала две три вещи главное первое я их подчеркну это состояние нервоническое такое состояние из которого выходить не хочется и минутами и минутами и час не хочется выходить такое такое оргазмическое состояние просто такое счастье. Это первое. Второе. Ты не знала о том, что надо себе сказать стоп. В момент, когда у тебя голова, или там тряслась, или тело там вышло, и не хотело останавливаться, надо было себе сказать стоп. В этот момент организм и сознание, они в гармонии. Сказал стоп, и оно раз и останавливается. Ты этого не знал. Теперь будешь знать. И это я повторил для того, чтобы вы все тоже еще раз услышали. И третье. В этом методе впервые в мире принцип подбора путем перебора вместо принципа повторения шаг за шагом. Принцип подбора путем перебора по скорости автоматизации начатого действия, то есть по скорости вырабатывания, по скорости вхождения в ритм, по скорости автоматизации. То есть подбор приемов путем перебора по критерию индивидуального соответствия, то, что тебе подходит. Поэтому метод ключ, поскольку он быстро открывает состояние, с другой стороны называется синхрометодом, а упражнение синхронизирующее. Давай, я тебя целую душу, целую щечку, целую носик, целую лобик. Сегодня станции это делается, поэтому я на экране. Будем вас ждать. Спасибо. В новом году тоже. И всем участникам нашей школы, и пускай весь мир подключается к нашей школе. И врачи, и психологи, и все, и шахтеры, и матросы, и таксисты, и штангисты, и министры. Чтобы все подключаются. Точно всем поможет, каждый найдет что-то свое, 100%. До встречи. До встречи. Всего доброго. Пока.